В средние широты России пришла настоящая зима со снегопадами и метелями. Некоторые населенные пункты завалило сугробами, потому что коммунальные службы оказались не готовы к вызовам стихии. В совхозе имени Ленина за долгие годы руководства Павла Грудинина все отлажено и работает как часы. Ежедневно на уборку выходит около 15 единиц техники. Пока одни убирают снег, другие его вывозят. В обычный день три грузовика и три трактора занимаются вывозом снега, совершая по 10-12 рейсов за смену, при этом вывозя около 1000 кубов в сутки. Только солярки на это уходят 850 литров. А с учетом стоимости расходных материалов и заработной платы на уборку ЗАО совхоз имени Ленина каждый день тратит до 100 тысяч рублей. В расчет не берутся зарплаты 30 человек с лопатами, занимающиеся ручной уборкой в местах, где техника бессильна. В совхозе готовы к уборке снега. У нас создан снегоуборочный отряд из 12 единиц техники и мы готовы убрать любой снег, как говорится. Если уж снегопад идет целый день, у нас есть на это даже ночная смена, которая тоже может убирать снег ночью. Есть, конечно, проблемы. Некоторые водители оставляют свои машины на проезжей части в ночь. Ну, может, просто не находят места, куда поставить. И утром не спешат забирать. И это очень мешает уборке снега. Поэтому просим таких водителей, ну, хотя бы утром пораньше вставайте, убирайте эту технику, ставьте ее на положенные места. И это будет нам тоже в помощь. ЗАО неоднократно обращалось в администрацию с предложением муниципалам принять на баланс дороги общего пользования. Только в 2020 году было написано несколько писем. Ну, власти поступают по той же схеме, как поступили с Дворцом культуры. Они тянут время, срывают сроки, а потом обвиняют в своей же халатности Павла Грудинина. Вот и сегодня жители поселка видели подготовку очередного лживого сюжета про поликлинику. Чего вы расскажите? О чем сюжет? Вы все узнаете. Да? Все на ютубе. К слову сказать, там муниципалы отказываются продлевать договор аренды на тех же условиях, которые не менялись уже несколько лет. Но наши жители вместе с коллективом народного предприятия полны оптимизма в отстаивании нашей малой родины и не верят подметным сюжетам продажных журналюк. Это полностью заказное все. Это идет именно с подачи Единой России, я так понимаю. Ну, это проплаченная пропаганда. Чтобы задавить, задавить вот эту народную популярность, как это было сделано, на мой взгляд, опять же, с Фургалом Сергеем Ивановичем. С вами, как всегда, был ТВ Совхоз. Распространяйте это видео, ставьте лайки и берегите голову и уши от вранья про Павла Грудинина. До новых встреч!